Иисус Христа Сегодня с благодарностью Богу вспоминаем тот благословенный, удивительный день 31 октября 1517 года, когда традиционный тогда еще католический священник Мартин Лютер прибил 95 месяцев Великой Реформации к дверям Виттенбергского собора всех святых. Именно сегодняшний день, 31 октября, день всех святых, знаменитый Хэллоуин, и сегодняшним днем в традиции католической церкви, западного христианства вспоминались все мученики за веру Христову. То есть праздновалась такая, знаете ли, победа жизни над смертью, победа мучеников, исповедников Христовых над страхом смерти, над смертью самой. Своим свидетельством мученики Христовы все святые прославили имя Иисуса. И вот именно в этот день, когда в Виттенберге был престольный праздник, в Виттенберге в храме всех святых было много гостей, люди со всей Германии стекались туда, чтобы поклониться, к сожалению, святым умершим, останкам, реликвиям, мощам и прочей мерзости совершать, покупая, в частности, вот так называемые индульгенции, отпущение грехов, которые продавались направо и налево тогдашними религиозными аферистами. К сожалению, тогдашний традиционный католицизм загнивал, и это гниение религиозное было уже видно невооруженным глазом. И, к сожалению, очень мало кто из священников и вообще из христиан пытался искать правду в те далекие времена. Нет, были правдоискатели, были, конечно, те, которые находили правду, которые переживали встречу с Христом Иисусом, которые указывали на Иисуса, на Слово Господне, но, к сожалению, в те далекие времена жизнь таких христиан обрывалась трагично, и чаще всего в Европе на кострах инквизиции погибали ее лучшие сыновья и дочери. Так же было и в России. В те далекие времена и на Красной площади в Москве, в Новгороде, в Пскове горели костры нашей православной инквизиции, и погибали стрегольники житовствующие, погибали те христиане, которых вот так обзывали, оскорбляли, такими ярлыками их, будем так говорить, обклеивали. И до сих пор, к сожалению, очень часто христиан, читающих Слово Господне, Слово Божье, христиан, которые на самом деле хотят Бога поздавать лично, которые не удовлетворены такими рамками традиционализма религиозного, православного, католического, протестантистского, любого. Я, к сожалению, обвиняю в сектанстве и, ну, чего удивляться-то, господа, потому как наш учитель говорил, что меня гнали и вас будут гнать, меня слушали и вас будут слушать. И я скажу, как православный реформатор, как человек, вышедший за рамки своего традиционализма такого, православного, в частности, традиционализма, за границы, за заборы моей деноминации, скажу, что я был очень сильно удивлен, обнаружив, что Дух дышит, где хочет. И сегодня Господний Дух, Он дышит, где хочет. Он хочет дышать на тебя и меня, Он хочет, чтобы мы все, от малого до большого, знали Его лично. Призовите имя Господа Иисуса Христа и будете спасены. Слава Богу за Лютера, за Кальвина, за других реформаторов далекого 16-го столетия, но слава Богу за тебя и за меня. Слава Богу за тех, кого Бог сегодня, в 21-м столетии, будет использовать и уже использует. Слава Богу! Пусть Господь Бог благословит вас, дорогие друзья, пусть Господь Бог утешит вас, каждого из вас, те, кто еще не спасены, призовите имя Иисуса, спаситесь, переживите этот дар Бога, примите от Бога, те, кто уже спасены, совершите это спасение в своей жизни, дадите до конца, не падайте, если упали, вставайте. И пусть Бог благословит вас, шалом, мир вам! Слава Богу! 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 Слава Богу!